Добрый вечер, большое спасибо. Я надеюсь, со связью у нас все в порядке. Будьте добры, сигнайте, если все хорошо слышно и без помех, и видно. Ага, спасибо, чудесно. Ну, давайте начнем с сегодняшнюю нашу встречу. Продолжаем мы серию вебинаров, посвященную созданию видео. На прошлом вебинаре мы размышляли о том, как создавать видео-лекции, видео-руки. А сегодня закончим этот сериал, посмотрим на платформы, которые позволяют размещать наши видеоролики, которые мы создали. И попробуем сравнить эти две платформы, YouTube и YouTube, и посмотреть, какая платформа нам больше нравится, у какой больше возможностей. Я расскажу пошагово о том, как создать канал на одной и на другой платформе, если у вас еще пока его нету, то надеюсь, эта информация будет полезна. Дополнительно, как его оформлять, как туда загружать видео, ну и как усовершенствовать немного канал, для того, чтобы было в нем удобнее работать и для зрителей тоже было бы удобнее. Ссылок у нас сегодня в чате будет не очень много, больше скорее будет меня, сегодня я буду рассказывать. Но давайте, не отвлекаясь от тематики, сразу и начнем. Так и будем по порядку их рассматривать. Я сначала хотела дать их в сравнении, но потом поняла, что, наверное, лучше все-таки сначала рассказать об одном, а потом о другом. Ну а сравнение вы уже сделаете самостоятельно, я надеюсь. Итак, начнем мы с Ютуба, самый известный хостинг для хранения видео. Я не буду сейчас рассказывать о том, что на территории РФ он переживает сложные времена и о том, что мы пока не знаем, что с ним может быть с этим хостингом. Но, тем не менее, огромное количество видеороликов каждый день здесь загружается, обновляется, создаются новые каналы, в том числе и русскоязычные. И наверняка одним из источников информации Ютуб уже стал для многих-многих-многих. Поэтому платформу эту мы пока не игнорируем, и я о ней все равно расскажу. Итак, если вы решили создать свой канал на Ютубе, если у вас его до сих пор не было, но есть огромное желание где-то загрузить свои видеоролики для разных целей, вы можете попробовать сделать такое хранилище своих видеороликов, чтобы они хранились в одном месте. Это достаточно удобно, особенно если у вас их огромное количество, и реально на компьютере это просто невозможно сохранить. Тогда Ютуб может выступать не только таким медиаресурсом, но еще и хорошим хранилищем созданных работ. Естественно, если его красиво оформить, можно превратиться в видеоблогера и работать на аудиторию Ютуба, выпускать ролики согласно графику, и вот таким образом можно тоже развиваться на этой платформе. Ну и, наконец, самый простой вариант – создать аккаунт своей организации на платформе Ютуб, и загружать туда информацию о своих мероприятиях, записи мероприятий, проводить там трансляции и многое-многое другое. В общем, вариантов, как использовать Ютуб, множество. Давайте посмотрим, как здесь создается канал. Достаточно просто. Единственное, что для создания Ютубовского канала необходим аккаунт Google. Даже если у вас Google аккаунта нет, серфис вам его предложит создать или просто предложит авторизироваться. Нажимаем на кнопочку «Войти» и авторизируемся в своем канале, если он у вас есть. Если канала нет, то нажимаем на кнопку «Создать аккаунт». Далее двигаемся по графам, которые предложит нам сервис Google. Традиционная регистрация Google, фамилия, имя, адрес электронной почты. Можно создать новую почту gmail.com, а можно использовать уже текущий адрес своей электронной почты. Логин, пароль, все как обычно. И далее, после того, как мы завели себе аккаунт Google, после этого можно, собственно, и приступить к созданию канала. Нажимаем на соответствующую кнопочку «Создать канал». Вот мы авторизировались и приступаем к его созданию. Загружаем изображение. Пока можно оставить это место пустым, если мы пока не знаем, что загружать. Обычно при создании канала сюда загружают любую картинку, отображающую тематику канала. Если у вас канал организации, то, как правило, загружают логотип или какое-то другое изображение. Стандартно принимается изображение, оно классическое, это 800 на 800 пикселей. То есть квадратная какая-то фотография, какое-то квадратное изображение в качестве аватарки нашего канала. На первом этапе можно пока оставить пустую аватарку, потом, в случае чего, ее можно изменить. Итак, создаем канал. Для начала нам сразу же предложат загрузить свое первое видео. Можно, собственно, с этого и начать. Но я хочу уже рассказывать по порядку, так по порядку. Предлагаю настроить видео, настроить вид канала, для этого есть соответствующая кнопка вверху. Посмотрим, как настраивается канал и какие вещи здесь редактируются. Итак, настройка канала. Вот так выглядит, например, мой канал. Но в качестве примера исключительно, не в качестве примера для рассмотрения. Не в качестве идеала какого-либо я вообще YouTube рассматриваю в качестве хранилища. Я не столько медиаресурсы, я ни разу не видеоблогер. Это просто хранилище работ, которые я создаю по ходу своей работы. Вот так он у меня выкрыли. Ссылку я в чат отправила, если вам интересно. Итак, любой канал, не обязательно мой, любой откроем. Можно посмотреть, что здесь есть уже сортировка, предложенная самим каналом. То есть отдельно выделяются разделы видео, трансляции. Если существуют какие-то тематические подборки видеороликов, то отдельно есть вкладка плейлисты, где можно посмотреть на эти тематические подборки. И есть, естественно, поиск по каналу, который позволяет быстрее найти нужное видео. Кнопка для загрузки находится вверху. Вот этот вот значок с плюсиком, который я выделила. Собственно, здесь все не очень сложно. Опять-таки, есть кнопка настроить вид канала, и мы можем сразу же отсюда перейти к тому, чтобы изменить значок, вот этот вот логотипчик в виде кружочка. И можем вот такую красивую обложку нарисовать для паннера. Назовем это так. Ну, давайте смотреть. Значок меняется очень просто. Просто щелкаем по нему и загружаем любую другую картинку, которая нам нравится. 800 на 800 пикселей – это стандартный вариант для такого значка, чтобы он выглядел симпатично и не достаточно четко. Далее. Чтобы поменять обложку, соответственно, щелкаем по обложке. Появится значок для ее редактирования. Вот такой. И вместо пустого, изначально здесь будет пусто, вместо этого пустого места мы будем загружать свою обложку, которую, соответственно, нужно заранее создать. Другой вариант загрузки обложки – вот через эту волшебную кнопку «Настроить вид канала». Давайте смотреть, что здесь в настройках есть. Ну, фото профиля – ту самую аватарку, о которой я говорила. К сожалению, из-за того, что уровень связи с YouTube в последнее время не всегда качественный, и это по разным причинам можно объяснить. Например, корпорация Google выступила с официальным сообщением о том, что ряд серверов, обслуживающих как раз русскоязычный сегмент YouTube, а сейчас отключается. И поэтому, может быть, вы заметили, но скорость очень многих видеороликов на YouTube замедлилась, качество ухудшилось. И в том числе вот вместо фотографии профиля мы можем увидеть вот такое вот пустое изображение. Если угодно. Самое замечательное, что здесь в настройках все очень подробно расписано. У YouTube вообще очень подробная справка. Он постоянно дает подсказки, что и как здесь должно выглядеть. То есть какое изображение загружать, сколько должно быть мегабайт у этого изображения и так далее. Дальше. Это что касается вот этой простой картинки, которую я назвала аватарка. Называется это фото профиля. Далее. Баннер. Это та самая обложка, которую мы видим вверху над каналом. У нее есть стандартные размеры. Здесь прописано. Это 2048 на 1152 пикселя. И размер файла не более 6 мегабайт. Это такая удлиненная фотография, скажем так. Обложку эту стоит нарисовать, но не только для красоты, а для того, чтобы проинформировать читателей о канале, чтобы он выглядел опрятно и уютно. Поэтому можно использовать разные инструменты для этого. Кто-то рисует в фотошопе, кто-то с помощью сервисов. Можно даже в обычном Powerpoint такую обложку нарисовать. Как правило, на обложке размещают название канала, какую-то фоновую фотографию добавляют. Существуют разные стили оформления обложек. Давайте я в чат кинул подшаговую инструкцию по созданию обложки. Здесь очень подробно все расписано, какие бывают обложки, какие у них способы оформления и так далее. Если интересно, можно познакомиться. А я расскажу просто о некоторых сервисах, которые позволяют такие баннеры делать. И еще нас еще стоит обратить внимание, если у вас канал официальной организации, то можно загрузить еще логотип канала, логотип своей организации, который будет появляться на всех видеороликах справа внизу. Это не обязательно, но тем не менее такая есть. Это маленькая картинка 150 на 150 пикселей. Давайте про обложки поговорим лучше. Изначально очень хорошие возможности для создания обложек давала Canva. Мы все знаем о ее судьбе. И поскольку доступ к ней сейчас ограничен, посмотрим на сервисы, которые позволяют создавать тоже обложки и тоже неплохого качества, которые можно скачать на компьютер. Первым в этом списке я бы назвала сервис Snap. Вообще стоит обратить внимание на очень многие сервисы, которые делают инфографику. У них среди шаблонов можно найти как раз обложки для YouTube. К сожалению, сколько я русскоязычных не искала, сервисов я не нашла. Может быть, вы знаете такие инструменты. Вот из англоязычных я бы выделила три. Первый сервис Snap. Шаблон называется YouTube Banner. А чем хороший этот шаблон? Ну, если посмотреть на саму картинку, то мы увидим, что в центре вот эта вот наделенная часть баннера, это та часть, которая будет видна и на мобильных устройствах, и на компьютере. То есть максимум информации, то есть название канала нужно размещать вот здесь, чтобы он оптимально отображался и на мобильных устройствах, и на дисктопах. Далее. Вот эти части с двух сторон, это то, что будет видно на компьютере на широкоформатном экране. То есть сюда можно тоже что-то, конечно, нарисовать, написать, но это будет видно только на компьютере. Ну, и на корице вверху и внизу это ТВ-дейрия, так называемая территория для просмотра, если вдруг на экране телевизора захотите посмотреть, то вот тогда баннер будет абсолютно широким, и будут видны вот эти две части. Это удобно. Вы точно знаете, в какие границы вам нужно вписаться, что нельзя переступать, и куда нужно название вписать, чтобы оно отображалось. То бывает так, что мы размахнемся красивым шрифтом на всю обложку, а потом приходится ее изменять. Это неудобно. У сервиса есть небольшой объем, как вы видите, бесплатных фотографий фоновых, которые можно использовать без нарушения авторских прав. Единственный недостаток всего этого, ну, во-первых, английский язык, может быть, немножко будет затруднять работу, хотя здесь все несложно. И второе, особенно, здесь нет очень красивых русскоязычных шрифтов. К сожалению, шрифты стандартные здесь, потому что сервис англоязычный, и кириллицу он поддерживает слабо. Написать по-русски, конечно, можно, но красивости всяких ждать не приходится, к сожалению. Это единственный недостаток. Готовую работу можно скачать на компьютер без всяких вытянных знаков в хорошем качестве. Еще один вариант – сервис Фатур. Когда-то я помню времена, что этот сервис занимался только созданием коллажей. Сейчас я с удивлением обнаружила, что он превратился в очень хороший фоторедактор. И, в частности, он начал повторять очень многие возможности сервиса Canva. Даже если посмотреть вот на этот интерфейс, а это я открыла шаблон, который так и называется – «Конструктор обложки YouTube», то мы видим, что даже вкладочки очень даже напоминают Canva. И шаблоны тоже в чем-то есть сходства. Сервис на русском языке, он русифицированный. Здесь все достаточно красиво и профессионально адресовано. Опять-таки, из недостатков я могу ответить – большую монетизацию. К сожалению, очень много шаблонов здесь платных, помечены вот такими вот значками справа вверху. Но, тем не менее, даже если брать только бесплатные шаблоны, все равно они довольно симпатичны для работы. И с ними можно создать вполне себе симпатичные обложки. Поддержка кириллицы здесь вполне нормальная. Есть шрифты, можно поэкспериментировать с надписями. И третий вариант, еще один есть. Тоже очень красиво отрисованные шаблоны. Сервис называется Visme. Я о нем рассказывала в связи с инфографикой когда-то. Он делает и презентации, и инфографику, и шаблоны для баннеров. У него так и называются – Channel YouTube Banner. Чем хорош, опять-таки? Здесь много шаблонов, и здесь все бесплатное. Вот это, наверное, единственный сервис, который предлагает все шаблоны в бесплатном варианте. И здесь огромное количество разных элементов, которые можно добавить. Кроме красивого названия, здесь можно добавить какие-то иконки, какие-то картинки, и все это взять вот здесь из библиотеки сервиса. То есть здесь в наборе есть графики. Фотографии не очень хорошо отображаются, а вот в разделе графика можно найти много интересных элементов и вставить на свой баннер, красиво их расположить. Но как угодно, без минусов здесь не обойдется. Минус, что нельзя скачать напрямую обложку, которую мы здесь нарисуем. Но есть вариант, когда ее можно открыть на весь экран. Вот кнопочка «Презент». Она открывает обложку на весь экран. Ну а дальше, я думаю, вы знаете, что с этим можно сделать. Для этого есть функция скриншота. Вы можете заскриншотить эту обложку, она вполне в хорошем качестве получится, и можно использовать в своих работах. Вот такая маленькая хитрость. Мне понравилось, довольно симпатичный здесь шаблон, нестандартный, так что можно тоже присмотреться к этому сервису. Я бы вот эти три выделила. Есть наверняка еще какие-то другие инструменты, но если вы найдете в своих поисках, то будет просто замечательно. Пока предложу вот найти. Итак, возвращаемся к нашим настройкам канала. Обложку мы добавили, аватарку сделали, логотип. Ну, кто-то сделал, кто-то не сделал, неважно. А дальше переходим к настройкам канала. Как их найти? В правом верхнем углу появляется значок, логотипчик, кружочек, как угодно. Эта кнопочка открывает так называемую YouTube студию. Вот все настройки, все манипуляции внутренние, они все будут происходить в YouTube студии. Поэтому мы ее и открываем, и находим там раздел, который называется «Настройки канала». Вот он позволяет дополнительно отредактировать еще название канала, его описание. Ну, давайте по порядку. Название канала, естественно, можно поменять. Есть очень много разных умных статей, и в том числе у справки на YouTube. Есть очень много всяких интересных советов, какое выбрать название для своего канала, сколько там должно быть символов и тому подобного. Ну, в общем, в соответствии с этими рекомендациями можно попробовать дать название своего канала, чтобы его можно было легко найти и не потерять. До 100 символов название может быть. Дальше идем. Описание канала. Оно будет показываться в результатах поиска, только не полностью, а частично. 5000 символов можно вложить в описание канала, но при этом будет показано первые 150. То есть вот все маркетологи, ученые люди рекомендуют вложиться в это самое начало канала. Я к этому отнеслась совершенно беззаботно, у меня, по-моему, даже никакого описания нет. Но если вы планируете сделать такой мощный веб-ресурс, то, естественно, да, описание нужно обязательно. Немного рассказать о своей организации, о том, что находится на этом канале, это важная информация. Далее. Адрес канала формируется и генерируется автоматически. То есть это будет ряд каких-то символов вот таких. Раньше у YouTube была возможность нарисовать свой собственный адрес, придумать адрес своему канала. Даже YouTube подсказывал несколько вариантов. Сейчас они эту акцию убрали. Вот. Поэтому, ну, что получилось, то получилось. Хотя можно попробовать, по-моему, связать эту ссылку еще с несколькими ссылками других каналов, если у вас их несколько. Но это уже такие частности. Идем дальше. На своем канале вы можете прорекламировать свои веб-ресурсы. Если кроме канала у вас еще есть сайт, блог, группа ВКонтакте, например, или там в какой-то другой социальной сети, для этого есть раздел ссылки. Когда зрители зайдут на ваш канал, они смогут увидеть и другие ваши ресурсы. Здесь, согласно справке YouTube, я не проверяла, но якобы можно добавить до 14 ссылок. А раньше часть этих ссылок отображалась прямо на самом баннере, и сейчас они эту опцию убрали. Теперь эти ссылки видны только в информации о канале, наверное. Ну, и контактная информация. Если вы хотите, чтобы вам писали письма и могли с вами связаться, то здесь можно указать адрес своей электронной почты. Идем дальше. Переходим к загрузке видеоролика. Канал мы оформили, обложки загрузили. Теперь давайте переходить к загрузке непосредственной. Загружать видеоролик можно не обязательно из YouTube студии, можно просто открыть стартовую страницу YouTube и вверху нажать на кнопочку «Создать». По-моему, она так называется «Создать». Создать видео. И после этого переходим, собственно, непосредственно к загрузке. Окошко загрузки сейчас выглядит вот так. Оно немножко видоизменилось. Сейчас здесь уже не проверки, а проверка. Но я не стала уже менять скриншот из одной буквы. Поэтому давайте посмотрим вот на этот вариант. Итак, видеоролик. Загружаем с компьютера. Раньше было много ограничений у YouTube на длину видеоролика, на его вес и тому подобные вещи. Сейчас, по-моему, без особых ограничений на YouTube загружаются. Практически все известные форматы видео. И ограничений на длину и вес, по-моему, сейчас нет. Но, естественно, чем видео длиннее, чем оно больше весит, тем больше времени уйдет на его загрузку. Это понятно. Сейчас, к сожалению, скорость загрузки изменилась не в лучшую сторону. Поэтому мой даже 5-минутный ролик крутился довольно долго, к сожалению. Итак, изначально сервис берет название видеоролика прямо из самого файла. Если файл называется «5 фактов о минералах Мурманской области», то он так и будет прописан в названии. Естественно, название можно поменять, изменить на любое другое до 100 символов названия. Дальше, описание. Здесь рассказываем, о чем видеоролик. Можно даже упоминать других авторов. Это как в социальных сетях через значок собачки. Но, как правило, здесь рассказывают о тематике видеоролика. Основные, может быть, перечисляют события из видео, которые необходимо знать зрителям. Вот здесь в красную рамочку я выделила такую хорошую штуку. Называется это «Значок». Что это такое? Изначально при загрузке видео сервис предлагает 3 случайных картинки из самого видеоролика. Вот они. Как только видео загрузится, здесь появятся 3 картинки, случайным образом выбранные из видеоролика. Одну из этих картинок предлагается выбрать как такую обложку для видео. Их все называют превью или обложки видеоролика. В общем, можно выбрать что-то из случайно выбранных Ютубом картинок. Но это не всегда красиво. И сейчас ютуберы все чаще рисуют специальные обложки, создают специальные обложки для того, чтобы их загрузить, и чтобы видео еще смотрелось привлекательно в результатах поиска. Поэтому для этого есть кнопка, которая так и называется «Загрузить значок». Это как раз кнопка для того, чтобы добавлять обложки к видеороликам. Их, естественно, тоже можно сделать отдельно с помощью специальных сервисов в программ, либо просто в PowerPoint. Я и так делаю. И в PowerPoint тоже вполне себе приличные обложки получаются. Но давайте смотреть. Что у нас с обложками? Из сервисов для создания обложек можно выбрать все те же самые, о которых я говорила. Снапа, Фатур и Висми. У них есть шаблоны и для обложек тоже. Я расскажу еще об одном инструменте. Это наш отечественный сервис. Называется Супа. Тоже, который позиционирует себя как альтернативу к Адве. У него есть шаблон, который называется «Обложка YouTube». Это как раз обложка для видеороликов, которые можно создавать в режиме онлайн, а потом скачать к себе на компьютер. У сервиса есть неплохой выбор шаблонов. Часть платная, но и бесплатных тоже достаточно. Кроме того, внутрь шаблона можно добавить различные объекты и элементы. Здесь большая коллекция фотографий, фоновых изображений, графики, макапы. Если, например, мы делаем видео про книгу, какой-нибудь буктрейлер загружаем, например, то здесь можно обложку книги очень красиво изобразить на обложке видеоролика. То есть поэкспериментировать можно. И большой плюс, что здесь все шрифты поддерживают русский язык. Поэтому можно сделать очень красивые надписи. Готовую работу можно скачать на компьютер без ограничений. Для обычной статичной графики тут ограничений нет, кроме платных шаблонов. Так что можно порекомендовать в качестве инструмента для создания обложек. Давайте вернемся дальше. Собственно, весь процесс загрузки будет состоять из нескольких этапов. Сначала мы заполняем раздел с информацией. Там есть поля обязательные, как, например, название видеоролика. Есть те, которые можно пропустить. Далее. Раздел дополнения. Это дополнительная информация, дополнительные фишки и опции, которые можно подкрепить к видеоролику. И, наконец, мы предоставляем доступ к этому видео. Свободный или ограниченный. Давайте посмотрим на информацию. Что касается информации, здесь есть обязательное поле. Называется это поле аудитория. Обязательно нужно указать, для кого предназначено это видео. Для детей или не для детей. Это важно, иначе видеоролик не загрузится. Здесь нужно обязательно поставить точечку. Чем они отличаются? Если мы выставляем точку, что это видео для детей, то у этого видео автоматически отключаются комментарии. То есть видеоролики, детское видео не комментируются на YouTube. Если это вам важно, то выставляем эту точку. Но, как правило, детскую литературу какие-то детские видеоролики ставят именно под эту категорию. Если вы считаете, что это видео могут смотреть, что это видео больше для взрослой аудитории, то ставим точку номер 2. Комментарии по умолчанию будут открыты. Комментировать смогут все. И есть еще несколько дополнительных опций для такого случая. Но, в любом случае, аудиторию вставлять обязательно. Дальше. Как правило, на этом все ограничивается. И дальше мы просто переходим в раздел «Доступ». И на этом загрузка заканчивается. Я хочу вам показать еще несколько интересных опций. Внизу вот эта кнопочка «Развернуть». Она открывает еще несколько дополнительных возможностей. Может быть, они вам будут полезны, если вы будете загружать свои видеоролики. Если развернуть, то мы можем обнаружить здесь такие хорошие вещи, как теги, ключевые слова, которые позволяют пользователям быстрее находить контент в сети YouTube. Это для оптимизации поиска. Если вы хотите, чтобы ваше видео лучше находилось, то можно добавить несколько тегов сюда. Дальше. Выбираем обязательно язык. Почему это важно? Потому что в этом случае YouTube сможет дать субтитры к вашему видеоролику. Если вам важно, чтобы видео ваше было не только на русском языке, но еще могло переводиться на другие языки, то можно выбрать русский язык в качестве стартового языка. Дальше. Есть вот еще такой вариант, как дата и место съемки. YouTube утверждает, что это тоже для оптимизации поиска, для того, чтобы быстрее находили видеоролик в поиске. Не знаю, не проверяла. Но, тем не менее, можно выставить, если необходимо. Как правило, это делают тревел-блогеры, которые путешествуют по разным местам, выставляют место, где снималось то или иное видео. И так оно быстрее в поиске находится. Дальше. Что еще здесь можно сделать? Здесь можно, например, настроить несколько разрешений. Во-первых, можно разрешить встраивать видео куда-либо. Это хорошая опция. Она здесь, собственно, включена по умолчанию, но все равно не лишним будет проверить ее. Для чего это нужно? Например, вы свой видеоролик хотите разместить у себя на канале, в блоге, на сайте поместить. Для этого вам нужно разрешить встраивание видео в другие ресурсы. И встраивать вы сможете теперь не только вы, но и вообще все желающие. Если, наоборот, вы не хотите, чтобы ваш видеоролик где-то встраивался на каких-то сторонних ресурсах, и хотите, чтобы его смотрели только на YouTube, соответственно, галочку эту отключаем. Еще здесь есть разрешение уведомлять подписчиков о вышедшем новом видеоролике. Вот вы можете отключить, и тогда подписчики никогда не узнают о том, что вы видео загрузили. Далее. Можно разрешить делать ремиксы. Так называемые шорсы с вашим видеороликом. То есть, другие пользователи, увидев ваш контент, захотят кусочек вашего видео, что называется, отрезать, сделать свой видеоролик маленький, поделиться с другими пользователями. По умолчанию эта опция включена. Но если нам хочется, можем ее отключить и запретить использовать наше видео в других каких-то проектах. Ну и хорошо бы указать категорию. Это тоже нужно для поиска. По умолчанию стоит категория фильма и анимация. Можем из списка выбрать что-то более соответствующее нашей тематике, если что. Вот такие вот основные здесь настройки в разделе с общей информацией. Может быть, действительно будет что-то полезное. Идем дальше. Далее у нас, как я уже сказала, про комментарии. И что еще здесь можно сделать, если опуститься чуть ниже, можно отключить комментарии. У меня на канале комментарии отключены. Простите, извините, но я канал не позиционировала как медиа, какой-то ресурс. Я просто использовала его как хранилище. Если кому-то понравилось это видео, он просто нажимает на лайк. Я вижу, что мое видео кому-то понравилось. Это хорошо. Но, к сожалению, у меня нет ни душевных сил, не времени отвечать на комментарии. Комментарии на YouTube бывают разные. Если вы с ними сталкивались, то знаете, что есть и доброжелательные, и не очень. В общем, если по разным причинам вы захотите отказаться от комментариев, такая опция есть. Ее можно отключить к отдельным видеороликам. Если вы знаете, что наверняка это видео вызовет какие-то скандалы, разногласия, можно сразу комментарии отключить. Это как раз в разделе с общей информацией тоже есть. Далее. В параметрах доступа еще есть основная опция, кому предоставляем доступ к просмотру видеоролика. Опять-таки, доступ может быть разным. Вы можете дать открытый для всех пользователей, можете дать доступ по ссылке. Например, этого нужно, если вы создаете видеоролик и не хотите, чтобы его находили по поиску других пользователей. То есть в этом случае доступ к посылке доступ будет действительно только тем, кому вы отправите эту ссылку. Остальные его даже при всем желании найти не смогут. Ну и, наконец, ограниченный доступ, когда видео доступно только вам или тому близкому кругу, которому вы доверите его просмотр. Тоже такой вариант возможен. Три уровня доступа. Еще здесь есть хорошая штука, называется провести премьеру. Или запланировать публикацию. Но что такое запланировать публикацию, я думаю, это понятно, это как в социальных сетях отложенный постинг. То есть видео можно загрузить заранее, а доступ к нему откроется только в определенную дату. Например, если вы видеоблогер, и у вас есть график, вы выкладываете свой видеоролик каждый вторник ровно в 12 часов. Таким образом, вы загружаете видео заранее, но доступ к нему откроется ровно в 12 часов. Для этого как раз и нужна опция запланировать публикацию. И еще несколько слов о премьере. Это что такое, чем она отличается от запланированной публикации. Премьера – это такая опция, которая дает возможность опубликовать видеоролик в формате, похожем на кинотеатр. То есть заранее устанавливается дата премьеры, когда она произойдет, и все подписчики информируются об этой премьере, узнают о том, что в определенное число в такое-то время состоится показ того или иного видеоролика. Обычно премьеры устраивают маститые видеоблогеры, у которых огромное количество подписчиков. И вот как в кинозале вы приходите в нужное время, вас, кстати, будут оповещать, если вы подписались на какой-то канал с премьерами. То есть там будет, по-моему, несколько оповещений за день и за 30 минут до начала. Ну, как на вебинар, по сути, вы приходите, включается видеоролик, и далее появляется чат, и вы можете в режиме реального времени с другими подписчиками и с самим автором, если он присутствует на премьере, можно все это обсудить. Тут же вот такая вот интересная возможность присутствует на канале. Ну и осталось нам еще заглянуть вот в эту чудесную вкладку, которая называется «Дополнение». Вот она наверху. Ее тоже пропускают очень часто. Я просто несколько слов скажу о том, что под этой вкладкой вскрывается. «Дополнение» – это возможность добавить к видеоролику субтитры, добавить конечную заставку, добавить подсказки. Ну, давайте по порядку, что это такое. Ну, субтитры – это понятно. Субтитры можно добавлять автоматически. Для этого есть опция «Синхронизировать автоматически». То есть, если вы установите этот вариант, то теперь ваш видеоролик автоматически будет переводиться на разные языки самим YouTube. Если у вас есть специальный файл с субтитрами, это касается уже более профессиональной аудитории блогеров, которые создают еще отдельные файлы с субтитрами, то их можно загрузить. Ну и, наконец, субтитры можно вводить вручную с помощью ленты времени, которая находится внизу. Ставим ее на нужный момент в видео и пишем субтитры. Они будут появляться внизу экрана, как обычно на черном фоне. Если это необходимо. Если надобности в субтитрах нет, можно опцию эту пропустить. И еще хорошая вещь – это конечные заставки и подсказки. Конечные заставки из названия понятно, что это такие слайды, которые будут появляться в конце видеоролика, не позднее, чем за 20 секунд до его окончания. В конечных заставках можно дать ссылки на другие похожие видео этого же автора, например, свои собственные. Можно прорекламировать канал и разрешить на него подписаться. Для того, чтобы добавить конечную заставку, выбираем видеоролик. Можно при загрузке, можно уже к загруженному видеоролику добавить, без разницы. Заходим внутрь конечных заставок и выбираем шаблон. Здесь 6 шаблонов для создания таких заставок. Вот они все тут. Выбираем подходящий вариант. Максимум на конечной заставке может быть 3 объекта. То есть один видеоролик, одна кнопка подписаться, или два видео, или какие-то другие вариации. Ну и вот такая конечная заставка поможет вам прорекламировать другие видео. Все это нужно исключительно для рекламы. Для того, чтобы все больше пользователей подписывались на канал, переходили по ссылкам на другие видеоролики. В общем, вот такой механизм продвижения. Назовем его так. И еще здесь есть подсказки. Чем они отличаются от конечных заставок? Это тоже могут быть ссылки на какие-то видео и на какие-то плейлисты, которые будут появляться по ходу просмотра видео. Например, у вас в видеоролике упоминается какое-то видео, уже показанное на вашем канале, и вы можете вверху, в правом верхнем углу дать ссылку на этот видеоролик. Вот, например, он будет выглядеть вот таким образом. Точно так же вы открываете раздел подсказки, вставляете туда нужное видео или целый плейлист, может быть. Выбираете, в какой период времени это все будет показано, ну и сохраняете. Можно добавить к этому, к этой ссылке еще небольшое сообщение. Например, рекомендую посмотреть также видеоролик вот такой. Это, опять-таки, для продвижения своих видеороликов. Если вы что-то упоминаете в процессе своего рассказа, логично, что делать отсылку на это видео, которое вы упомянули. Зрители могут заинтересоваться, а тут очень удобно, они прямо по ссылке могут перейти и все посмотреть. Такая тоже полезная вещь. Что касается плейлистов, о которых я уже упоминала. Давайте с загрузкой закончим. После того, как мы все это установили, загрузили, аудиторию выбрали, доступ сделали, после этого, собственно, начинается загрузка. Она двухэтапная. Сначала непосредственно сама загрузка идет, а потом, собственно, идет обработка в хорошем качестве. Далее. Все видео, которые мы загрузим, они будут находиться во вкладке «Контент». Там будет отдельно раздел для видео и отдельно раздел для плейлистов. Так можно через них переключаться и смотреть, что есть что. Через кнопку «Создать», о которой я уже упоминала, можно создавать плейлисты. Что это такое? Плейлист – это небольшой, почему небольшой, может быть и большой тоже. Это тематическое собрание видеороликов, объединенных одной темой, одним проектом. Ну, в общем, по какому-то принципу вы их можете объединить в единое целое. Плейлисты создаются, опять-таки, для удобства. И вас, как создателя канала, так вам удобнее внутри своего канала ориентироваться, когда у вас все разложено по полочкам и подписано, что где. И зрителям это удобнее, потому что они смогут, кроме одного видео из плейлиста, посмотреть еще несколько. Опять-таки, по принципу продвижения плейлисты тоже очень хорошо срабатывают. Добавляются они сейчас из кнопки «Создать». Раньше была специальная кнопочка для этих целей. Сейчас она переместилась вверх. Нажимаем «Создать», а дальше «Создать плейлист». И для плейлиста здесь очень просто. Нам нужно всего лишь название, описание и какой доступ к плейлисту должен быть. Плейлисты можно создавать не только для зрителей, но и для себя любимого. И тогда закрыть доступ. И сделать доступ только для себя. Для чего это может пригодиться? Если вы коллекционируете какие-то видеоролики определенной тематики, ну вот как, знаете, в закладке в браузере кладут какие-то полезные вещи. Да, вот по сути здесь можно создавать плейлисты и собирать туда видео, которые вам интересны, которые вы планируете посмотреть и использовать. Но не хотите их показывать основной своей аудитории. Потому что в плейлисты можно собирать не только свои видео, но и видео других авторов. Все, что в открытом доступе лежит на YouTube, вы можете собирать в плейлисты. Ну и дальше уже смотрите по обстоятельствам. Можете открывать к ним доступ, а можете и нет. Нажимаем на кнопку «Создать» и вот плейлисты у нас появились. И можно теперь внутрь плейлиста добавлять видео. Щелкаем по плейлисту, его открываем, а дальше на кнопочку с тремя точками, с плюсиком «Добавить видео». Ну и дальше откроется список всех видеороликов, которые у вас есть на канале. Просто выбирайте нужные и добавляйте их в плейлист. У меня вот такой плейлист сейчас. Это мой текущий проект, поэтому он сейчас обновляется именно вот такой. В таком видео он выглядит. Собственно, есть и другие способы добавления видео в плейлисты. YouTube добавил опцию «Сортировки плейлистов». Насколько я помню, нет, ну как, он их сортирует в обратной хронологии, если это можно назвать сортировкой. То есть плейлисты, которые создались со всеми последними, они будут у вас в списке на первом плане, на первом месте по плейлистам. Вы можете их, по-моему, переставить местами, так как считаете нужным, эти плейлисты. На главной странице своего канала. А так, по-моему, по обратной хронологии, точно так же, как и видеоролики, плейлисты сортируются. Далее. В настройках плейлиста еще есть хорошая такая штука. Называется она... Ну, во-первых, мы можем разрешать встраивание сразу целого плейлиста. Тоже очень удобно. То есть ни одно видео добавили на сайт, а сразу десяток. Добавлять новое видео в начале плейлиста. По хронологии в обратном порядке. Ну, по обратной хронологии, да. И есть возможность установить в качестве официального плейлиста серии для этих видео. Вот такая вот сложная формулировка. Я очень заинтересовалась, что это означает, и вычитала вот что. Это как работает. Если эта опция включена, то когда зритель находит какое-нибудь видео из этого плейлиста, его открывает для просмотра, то рядышком у него отображается окно с другими видео из этого плейлиста. Ну, такая вот дополнительная опция. И как только пользователь досмотрит это видео, у него, если не стоит запрет на автовоспроизведение, у него начнется просмотр следующего видео из этого плейлиста. Это потому, что вы разрешили вот эту вот замечательную опцию, официальный плейлист. Это опять-таки нужно для продвижения своих видеороликов, для того, чтобы подсказывать пользователям, что у вас еще в закромах много чего интересного, и можно все это посмотреть. Если вы не хотите так рекламировать свои видеоролики, просто отключаем эту опцию и забываем о ней. Далее. В плейлисты можно добавлять при загрузке видео, как мы поняли дальше, мы можем открыть любой видеоролик и добавить его в плейлист. Вот список моих плейлистов, тут видно, я открыла вот этот видеоролик, раздел «Сведения», ну и выбрала плейлист, куда я хочу его добавить. Одно и то же видео можно добавить в несколько плейлистов. Это не возбраняется. Далее. И третий вариант, если вы используете, например, чужие видеоролики и хотите из них собрать плейлист, на этого открываем видео и у него внизу будет вот такой вот значочек с тремя точками. Если на него нажать, то есть опция «Сохранить». Откроется список ваших плейлистов и вы сможете туда это видео добавить. Таким образом, можно собирать плейлисты из чужих видеороликов. Ну, в заключении, что еще есть интересного в творческой студии YouTube? Во-первых, есть возможность скачать свой видеоролик. Это потому, что я использую эту платформу как хранилища своих видео. Они на компьютере у меня не помещаются, они тяжелые. К сожалению, очень много забивают памяти на компьютере. Я стояла перед дилеммой, где их хранить. То ли в облачном хранилище, но там, как вы понимаете, тоже не безграничный ресурс. А в некоторых хранилищах больше 2 гигабайта не загрузишь никак. А некоторые видеоролики весят 3-4 гигабайт. Это много. Поэтому я решила на YouTube их хранить. И в любой момент, если он мне понадобится на компьютере, я могу его скачать. Делается это в разделе «Контент». Напротив каждого ролика есть значок. На него, если щелкнуть, можно открыть опцию, которая называется «Скачать». Скачивается в хорошем качестве в формате MP4 на компьютер. Таким образом, у вас всегда есть доступ к своим видеороликам, и вы можете скачивать и распространять. Это довольно удобно, мне кажется. Еще есть хорошая штука, называется «Фонотека». Раньше «Фонотека» работала для всех пользователей, независимо от того, есть у них канал свой или нет. Сейчас «Фонотека» открыта только для тех, кто создает свой канал, у кого канал этот есть. Здесь хороший набор, я уже многократно про «Фонотеку» говорила, что здесь есть хороший набор бесплатной музыки для оформления своих проектов. музыки и звуковые эффекты. Их можно отфильтровать по жанру, по настроению, по продолжительности. Это все музыка, предназначенная для некоммерческих проектов. Иногда там даже можно и не подписывать имя автора, исполнителя, но авторство тут есть, присутствует. Если что, можно всегда отметить это дело. Но это та музыка, за которую YouTube не запанит. Есть такая штука, очень аккуратно загружаем видео на YouTube, используем музыку действительно бесплатную, взятую с бесплатных хостингов, с бесплатных проектов, где можно ее использовать без ограничений. Потому что YouTube очень ревностно относится к музыкальным фрагментам и к видео, к вставкам, взятым из других проектов, ну, из художественных фильмов, например, и так далее. За это можно отправиться в банк, канал могут заблокировать или снять звуковую дорожку. Разные есть опции, наказание за недобросовестное использование авторских прав. Поэтому вот обращаем внимание перед загрузкой на соответствие музыки и видео вставкам в существующем критерии. Это что касается фонотеки. Ну, про комментарии я уже говорила, что их можно отключать отдельно для каждого видеоролика, а можно отключить их опции все сразу. Для этого заходим в настройки канала, находим вкладку загрузки видео и отключаем раз и навсегда вообще комментарии ко всем видеороликам, которые впредь будут загружаться. Отменить комментарии к тем роликам, которые мы уже загрузили, к сожалению, нельзя. Можно вернуться, отредактировать и отключить. А вот после того, как мы включили вот эту чудесную кнопку, все видео, какие бы мы ни загружали автоматом, будут идти без комментариев. Дальше. Что еще здесь есть на канале? Возможности у YouTube, конечно, мощные. Он предлагает очень много всего интересного и полезного. Ну, например, в настройках канала он может вам предложить создать трейлер для зрителей, которые еще не подписались на канал и думают, и рекомендованное видео для подписчиков. Так называемый трейлер для зрителей, которые еще не подписались, это рассказ о канале. Некоторые ютуберы специально снимают такое небольшое видео, интро, которое рассказывает о том, чему посвящен этот канал, какие-то интересные факты. В общем, такая небольшая рекламка, которая позволяет сориентироваться, нужен вам этот канал или нет, и стоит ли на него подписаться. Трейлер создается как отдельный видеоролик, загружается на канал, а затем в разделе настройки вы его добавляете в качестве трейлера. Он будет для новых читателей сразу на первом месте идти. Далее, если уже подписались на ваш канал, то есть возможность создавать рекомендованные видеоролики. Это то видео, которое вы сейчас именно хотите продвигать. Это может быть какое-то новое, свежее совсем видео, только недавно опубликованное. Ну, как правило, именно его ставят на первое место. Либо какой-то очень такой хороший видеоролик, который вы хотите, чтобы посмотрело много пользователей, его можно поставить в качестве рекомендации. И тогда в списке видео оно будет идти на первом месте. Вот. Это необязательная опция, я, например, про нее забыла, но тем не менее она здесь присутствует. И еще для упорядочивания видеоролика есть возможность создавать разделы. Опять-таки в настройках видеоролика уже предложат какие-то разделы YouTube. Ну, например, он сделал нам уже разделы с видеороликами. Мы можем добавить еще несколько разделов от себя. Вот варианты, какие здесь можно создать. Мы можем сделать разделы с популярными видеороликами. Я добавила, например, раздел, который называется «Стоит посмотреть». Я не помню, честно говоря, по-моему, я его стерла или не стерла. Ну, в общем, был у меня одно время такой раздел. То есть, туда я добавила плейлисты разные, на которые я хотела обратить внимание зрителей. Разделов таких можно до десятка создать. И на разделах вы можете отдельно вынести трансляции, отдельно какую-то проекцию вынести. В общем, все, что посчитаете нужным, можно оформить в виде разделов. Они будут отображаться на главной странице и тоже позволяют упорядочивать контент. внутри вашего канала. Тоже, на мой взгляд, полезная опция. Я уже упоминала про короткие видеоролики. И здесь еще у YouTube такая опция создания клипа. Что это такое? Клип – это маленький отрезок из видеоролика, который можно поделиться с другими пользователями. Не знаю, пользовались в этой опции или нет, я пока не знаю, как ее можно применять. тем не менее, есть возможность, если у вас какой-то ролик понравился, свой или чужой, вы можете создать клип на основе этого видеоролика. Для этого нажимаем внизу на соответствующую кнопочку «Создать клип». Даем ему название, выделяем фрагмент видео, который мы хотим отрезать, ну и дальше нажимаем на кнопку «Поделиться видео». И мы можем в социальной сети запустить этот кусочек видео, можем по электронной почте отправить, ну в общем это опять-таки для рекламирования видеороликов, вы можете точно так же свои собственные видео, делать из них клипы и рассылать зрителям, чтобы они посмотрели, а потом перешли на основное видео и посмотрели все целиком. Тоже для продвижения, для рекламы можно это использовать, если необходимо в своей работе блогерской. Что я еще забыла сказать о Ютубе, это возможность создать трансляции. Про трансляции много рассказывать не буду, потому что это довольно специфическая тема, это нужно отдельный вебинар этому посвящать, как их организовать и тому подобные вещи. Сразу скажу, что для трансляции нужно дополнительное оборудование, которое позволяет эти трансляции проводить, а точнее программное обеспечение. Например, OBS студия, есть такая программа, как раз она создана для организации трансляций. Для начала на канале Ютуб мы открываем опцию создать, создать трансляцию и получаем ключ трансляции. Далее включаем программу OBS студия, этот ключ вставляем внутрь программы, запускаем трансляцию и в программе, и на Ютубе. Подключаем веб-камеру, если это необходимо, и транслируем происходящее. Трансляции, ну, например, вебинар, мы таким образом можем транслировать на Ютубе. Если так, в нескольких словах, трансляции можно проходить и на компьютере, и на мобильном устройстве, если это необходимо. Вот. Это вкратце о возможностях Ютуба, об основных, конечно, опциях. Как вы видите, здесь очень много всего интересного, довольно продуманное решение. Мне в этим и нравится Ютуб, что довольно много предлагает разных решений, и каждый может из этого списка выбрать что-то для себя подходящее. В этом плане Рутуб, если их сравнивать. Рутуб – это упрощенная версия Ютуба. Если бы меня спросили, я бы ответила именно так. Это российский аналог Ютуба, который взял его основные функции. Он тоже довольно функциональный сервис, сейчас его функциональность подросла, увеличилось количество аудитории, появились и не только развлекательные видеоролики, хотя на стартовой странице нам дают именно такие. Но тем не менее, здесь появились и образовательные ролики, многие организации перенесли свои видеоархивы сюда, так что Рутуб можно считать вполне себе развивающейся площадкой. Поэтому здесь можно, как советуют некоторые блогеры, создать так называемую резервную площадку на случай, назовем это так, несчастье, связанного с площадкой Ютуб. Поэтому можно здесь сделать дубликат резервный запасной аэротром на случай непредвиденного. Создать канал на Рутуб еще быстрее и проще, чем на Ютубе. Здесь не нужна никакая гугл-почта, здесь привязывается канал либо к телефону, к номеру телефона, как социальная сеть, либо к номеру электронной почты. Пошагово заполняются поля, ничего сложного нет, фамилия, имя, название канала, ну и дальше оформление все скопировано с Ютуба. И оформление, и очень многие опции по функционалу и по основным возможностям он очень даже похож на Ютуб. Ну смотрим. Я сделала канал, если вам интересно, могу дать на него ссылку, но он у меня пустой, там ничего нет. На самом деле я просто попробовала и поэкспериментировала, как создать канал и как быстро загружаются видео. Понажимала на все кнопочки, ну, даже не знаю, давать вам ссылку или не давать, но вот, пожалуйста. Там всего два видео загружены, ничего такого нет. Вот так он выглядит у меня. По оформлению, по опциям он похож. Там есть светлое и темное тема для оформления, почему-то он всегда выдает мне черную, хотя я терпеть это не могу. Все время приходится переключать на светлое. Но это уже мои вкусовые особенности. Итак, у канала есть обложка, у канала есть аватарка. Все точно так же. Если нажать на значок с аватаркой, то можно открыть так называемую YouTube Studio. Да, я думала, это напоминает YouTube Studio. Вот она. Здесь как раз внутренняя кухня. Здесь весь контент, здесь все плейлисты, все настройки ищем ищем здесь. Вызывается он через вот этот вот значок. Ну, давайте смотреть. Оформление канала. Ну, просто то же самое, только немножко иначе оформлено. Фотография профиля точно такая же, 800 на 800 пикселей, стандартная картинка. Дальше, обложка канала, такой же точного размера. Он здесь немножко покороче, 22, 204 на 864 пикселя. Ну, в общем и целом, можно использовать все те же сервисы, о которых я вам говорила, для создания здесь обложек. Вот, я думаю, ничего страшного нет, потому что я не нашла сервиса, который специально делает обложки для Рутуба. К сожалению, пока этого нет. Вот, поэтому берем те же самые сервисы и делаем такие же точно обложки, но уже для Рутуба. Размеры здесь, правда, есть ряд ограничений и по размеру файлов, которые будем загружать в том числе. Ну, вот, обложка должна быть не больше 10 мегабайтов, картинка не больше 6 мегабайтов. Ну, это не такая прямо супер ограничивающая опция. Дальше, вот настройки канала. Здесь все проще, чем на Ютубе. Здесь нет много вкладок, здесь одна вкладка, которую мы будем по порядку заполнять. Название канала, описание канала, все то же самое. Дальше, вот эта вот новая штука называется постоянная подпись к видео. то есть текст подписи к любому видеоролику, который бы вы не загрузили, можно добавить автоматическую подпись. Это хорошая штука, сюда можно дать ссылки на свои каналы, связи, на свои социальные сети, может быть, на свой сайт дать ссылку. То есть вам не надо будет каждый раз вручную это прописывать в описании, а вот каждому видеоролику оно будет добавляться автоматом. если необходимо, то да. Далее, все как на ютубе. Сразу предлагают выбрать видео для тех, кто не подписался на канал, ну это трейлер, и рекомендованное для подписчиков то, что мы продвигаем в данный момент. Все так же, как на ютубе, но находится это все в другой вкладке, но смысл точно такой же. Далее, переходим к загрузкам. Ну вот на этом настройки все. Если помните, на ютубе я долго и упорно вам все их перечисляла, то вот на рутубе они на этом закончились. Теперь переходим к загрузке видео. Через кнопочку с плюсиком здесь есть две опции загрузить видео и создать трансляцию. Переходим к загрузке. Надо сказать, что загрузка сейчас улучшилась. Два года назад я пробовала загрузить видео и столкнулась с проблемами с самой загрузкой и с последующей модерацией. Нажимаем на кнопку выбрать файл и загружаем с компьютера свой видеоролик. Но если на ютубе никаких особых ограничений я не заметила, то здесь есть ряд ограничений. Хорошо, что принимаются все основные форматы. Раньше принималось только MP4. Сейчас расширился список форматов. Но длительность видеоролика не должна быть больше пяти часов. То есть если у вас трансляция семь часов или пять с хвостиком и больше, то она сразу не пойдет. И объем до 10 гигабайт. Видеоролики загружаются. Далее. Как выглядит сам процесс загрузки? Давайте посмотрим. Вот так. Если вы помните, у ютуба наверху были вот такие вкладочки, по которым мы гуляли. Здесь никаких вкладок, одна страница просто. Даем название видео, описание видеоролику. Название и описание укладываются в те же символы, как и на ютубе. Название 100 символов, описание 5000. Далее. Обложка к видеоролику загружается через вот эту вот кнопочку. Не больше 10 мегабайт. Обложка точно такая же, как и на ютубе. Нарисовать ее можно тоже, с помощью той же самой супы. Тем более, что русскоязычный сервис. Далее. А далее основные настройки. Категория обязательная. Выбираем списка. Категории здесь, кстати, немного, но более-менее подходящую выбираем. Надо сказать, что видео будет проходить предварительную модерацию. Если создателям сайта не понравится категория, они имеют право ее поменять. Далее. Параметры доступа. Здесь есть два основных параметра. Это доступ для всех и доступ по ссылке. Если необходимо, можно сразу же добавить видео в плейлист. Поскольку у меня плейлиста не было на момент загрузки, то она неактивная. Эта опция. Если есть возрастные ограничения 18+, ставим галочку. Если нужно, отключаем комментарии. Ну и можно сделать отложенный постинг. Запланировать время публикации на какое-то определенное время по календарю. Вот основные опции. Список намного короче, чем на ютубе. Но, наверное, это даже может быть в какой-то степени лучше, потому что здесь все очень просто заполняешь одну страничку и нажимаешь на кнопку «Опубликовать». После этого нужно подождать какое-то время, когда пройдет модерация. Раньше давалось на модерацию от 1 до 3 дней. Сейчас мой коротенький видеоролик отмодерировали за 5 минут. Как узнать, что на модерации рядышком будет стоять соответствующая надпись «Идет модерация». Как только эта надпись пропадет, значит видео опубликовано на канале. Здесь на «Рутуб студия» очень мало вкладочек. Основные видео будут храниться во вкладке «Видео». Плейлисты создаются в соответствующей вкладке «Плейлисты». Заходим туда, даем название плейлиста, даем его описание, нажимаем на кнопку «Создать». Вот и все. Ну, а все остальные кнопочки, как мы видим, здесь отдельная кнопка с загрузкой видео, отдельная для трансляции, для аналитики, монетизация, если это необходимо. Я про монетизацию рассказывать, честно говоря, не буду, но если вам это необходимо, то есть дополнительная справка у «Рутуба», очень подробная монетизация, там расписано прямо все, сколько подписчиков нужно, чтобы монетизировать канал, и там подобные вещи. В общем, там все это находится. Комментарии можно посмотреть в настройках, в отдельной вкладке «Комментарии», ну и настроить канал можно в соответствующей вкладке. Тут стиль минимализма, то есть чем меньше вкладок, тем лучше. После того, как мы создадим плейлист, мы можем туда уже начать добавлять видеоролики. Вот у меня такой пустой плейлист. Нажимаю на значок с тремя точками, выбираю видеоролики, и они внутри плейлиста добавляются. Можно еще подредактировать описание этого плейлиста, если вдруг что-то нужно добавить. Добавляются видео с плейлисты вот таким образом, как я показала, при загрузке видеороликов, и на этом все. Здесь тоже есть значок с тремя точками, но он открывает совсем другие опции. Поэтому, насколько я поняла, в Рутубе нельзя создавать плейлист с чужими видеороликами, потому что кнопки такой просто нет. Есть просто опция поделиться видео, а вот создать плейлисты с чужими видео, насколько я поняла, здесь нельзя. Если вы знаете как, напишите в чате. Но зато здесь есть опция, которая очень хвалится Рутуб, называется эта опция в топ. Вот я вынесла в красную рамку. Это нужно для продвижения видеоролика. при нажатии этой кнопки, если очень много зрителей нажмут на эту кнопку, то в поисковой выдаче видеоролик поднимется наверх. Ну, это как топ-10, топ-20 и тому подобные вещи. Наверное, это работает так. Рутубу считают, что это одна такая хорошая штука для продвижения видеороликов. Ну, вот в целом, в общем, пожалуй, и все, что я могу сказать о настройках Рутуба, его основных функций, которые у него прописаны здесь. У них тоже есть подробная справка, я все ссылки на все справки на последнем слайде сохранила. На всякий случай, там вы уже более подробно сможете со всеми с ними познакомиться. Осталось еще рассказать про трансляцию. В отличие от Рутуба, в отличие от Ютуба, на Рутубе, чтобы начать трансляцию, нужно привязать ее к своему номеру телефона. Не знаю, с чем это может быть связано, но нужно сначала ввести номер телефона и после этого тебе разрешат ввести трансляцию. А все остальное точно так же. Вот так выглядит страничка, мы получаем ключ потока, нам нужно подключить тоже УБС-студию, загрузить туда этот ключ потока, подключить веб-камеру и начать трансляцию. Маленькая справочка есть с правой стороны, вот она, в серой рамочке, так что можно почитать более подробно и возможности трансляции тоже освоить, если это необходимо. Вот в общем и целом все, что я хотела сказать о Рутубе. Тут уже предоставляю вам право выбирать и сравнивать, какая площадка вам нравится больше, где возможности больше, естественно, на Ютубе. На Рутубе Рутуб позволяет довольно быстро и просто это делать, если не заморачиваться с настройками, то можно выбрать именно эту площадку для своего видеохостинга. Можно использовать одновременно две, и одну, и вторую. Очень многие библиотеки, учебные заведения делают именно так. Дублируют контент сразу на двух площадках, а некоторые даже и на трех, если подключить еще вконтакте сюда. Вот. Здесь я вам собрала ссылочки на те ресурсы, о которых я говорила, о СНАПе, о СУПе, о ВИСМе, отдельная инструкция о том, как создавать баннеры. Там кроме этих сервисов приводится еще ряд других инструментов. Ну и вот справка Ютуба и Рутуба тоже там много можно полезного узнать по загрузке видео и по работе с ним. Так, у меня вопрос тут. Можно ли использовать обложки этих сервисов для оформления блога? Да вы эти обложки можете использовать для любой деятельности. Просто нужно посмотреть, как будет в вашем блоге смотреться та или иная обложка. Они достаточно широкие, достаточно узкие, достаточно длинные, поэтому для блога они тоже вполне себе могут подойти. Потому что блоги у всех разные, но нарисовать обложку, да, с их помощью вполне можно, не только для Ютуба. Я думаю, да, можно использовать. Да и не только это как обложки, можно использовать просто как красивые картинки, такие узкие. Делать у себя на сайтах, какие-то заставки красивые, тоже можно с их помощью. Вот, так, вопросики, если у вас еще есть, захотите что-то спросить, то, пожалуйста, спрашивайте. если я что-то забыла сказать или что-то вы хотите дополнить. Вот, спасибо вам большое. Теперь будем взаимно говорить спасибо. Спасибо за то, что подключились к трансляции, что пришли. Как всегда, здесь у меня адреса моей контакты, группа и канал Телеграм, который я продолжаю развивать упорно. Вот, блог Роза Ветров Север, если захотите, тоже приходите в гости. Ну, и на этом будем тогда прощаться. Следующий вебинар у нас состоится уже в феврале. Да, берегите себя взаимно. Да, я только хотела сказать и увидела в чате эту фразу мою любимую. Да, берегите себя, пожалуйста. И я надеюсь, что мы увидимся в феврале уже на следующем вебинаре. Тему с видеороликой мы заканчиваем. А дальше мы перейдем к исследованию сервисов, которые производят различный учебный контент. викторины, игры и тому подобные полезные вещи. Спасибо большое за комплименты. Мне тоже приятно их получать. Это для меня очень важно. Ну, всего доброго и хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Продолжение следует...